привет народ да зима альберт хочу с вами сегодня пообщаться о таком священном американском животном называется кредитный score или файку или еще называют кредитный рейтинг если новичок иммигрант только-только прибыл в америку и он спрашивает допустим более опытных людей которые уже там пять-десять лет в америке он спрашивает ребят с чего мне начинать то первые вещи которые мы посоветуют это найти жилье найти работу открыть счет в банке купить машину ну вот эти вот обычные вещи и одна из пяти первых вещей ему порекомендуют при условии что у него уже есть social security номер ему порекомендуют начать строить свою собственную кредитную историю потому что это типа очень важно потому что это без этого в америке никуда и и так далее и так далее ну новеньким иммигрант естественно говорит окей есть что надо делать они ему говорят пойди в банк открой себе кредитную карточку и в дальнейшем все 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 компании которые тебе будут пригод предлагать кредитные карточки вот такая 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 обязательно у них открой там 34 кредитки и начинай на этих кредитках гонять деньги туда назад туда назад каждый месяц по несколько раз и чтобы ты не залезал в кредитный лимит больше чем на 30 процентов или 33 30 33 вот где-то так и это значит что если у тебя например кредитный лимит на карточке там 300 долларов то чтобы ты не использовал больше 100 долларов возвращал все время вовремя снова брал снова возвращал и таким образом каким-то магическим способом твой кредит на скоро будет расти и если тебе будет у тебя будет все хорошо он будет 700 потом будет 750 и потом ты просто сможешь открывать ногой дверь в любой банк и тебе банк с радостью будет давать кредит ну естественно новичок думает ну блин круто же надо так и делать на самом деле это нифига не круто на самом деле это одна из самых больших ошибок которые может сделать иммигрант в америке я сейчас расскажу почему давайте я вам скажу что будет дальше с этим человеком он задает следующий вопрос какому-нибудь опытному иммигранту о том как же ему ускорить рост своей кредитной истории потому что она всего лишь там 580 или кредитный скоро там всего лишь там 620 вот как как ее продвинуть дальше вверх ему говорят следующий бесценный в кавычках совет надо пойти и сделать какую-то покупку в кредит что-то небольшое например мобильный телефон смартфон и этот приобретенный товар взять с reinstatement планом то есть с планом выплат где ты должен платить там какую-то небольшую сумму каждый месяц допустим там 20 30 там 40 долларов в месяц и это приобретение позволит тебе показать что ты классный заемщик что ты вовремя вносит вот эти пэйменты и таким образом продавец телефона рапортует в кредитное бюро в течение 20-30 дней вся информация в кредитное бюро оказывается и кредитное бюро будут улучшать твой кредитный рейтинг связи с тем что ты же своевременно платишь следовательно ты классный пацан человек покупает новый смартфон тут как раз своевременно появляется новый фон там или новый samsung galaxy или еще что-нибудь таком духе и радуется своему приобретению благополучно платит и действительно замечает что кредитный скорость от он просто вне себя от восторга что он все ближе и ближе становится к тому как у американцев у взрослых людей как все организованы финансы до что его кредитный скоро уже к 700 подбираются и все замечательно проходит еще пару месяцев ему какой-нибудь другой знакомый советует говорит слушаю тебе надо машину купить если ты купишь машину и будешь выплачивать то у тебя будет еще больше расти этот кредитный скоро и тогда уже ну точно все эти кредитное бюро скажет что вот вася вообще самый крутой у нас клиент мы ему просто должны теперь ну просто обязаны дать тысяч 100 долларов а лучше 150 для того чтобы строил свою американскую жизнь и этот человек идет к зилеру тем более если знаете допустим его его сосед такой же иммигрант который приехал на 5 лет раньше только что купил себе там джип какой-нибудь и он думает слушай что я хуже пойду какой-нибудь тойоту себе куплю или там мазду или не знаю что и он идет и выбирает на дилерской площадке себе машинку и дилер говорит да да мы финансируем да все замечательно да ваш кредитный скоро вполне себе в принципе нормальный вы я смотрю что вы там отлично платили за свой профильный телефон значит вы благополучно сможете платить за автомобиль сколько там payment и так там payment и ерунда вообще там 200 долларов в месяц плюс страховка плюс туда-сюда там ну 350 ну ладно ну что 350 это большие деньги зарабатывая штуку доллара в неделю что ты не можешь себе позволить 350 долларов в месяц платить мелочи жизни и этот новичок он покупает автомобиль с автомобилем он получает прицепом самую дорогую страховку какая только возможно он получает естественно кучу всевозможных фи и он теперь трясется над тем чтобы каждый месяц в определенное число допустим первого числа вот этот очередной счет который ему приходит за автомобиль чтобы его вовремя оплачивать надо также продолжать оплачивать счет за мобильный телефон нужно также продолжать вовремя оплачивать счета по кредитным карточкам нужно также не забывать оплачивать считать за рент и счета за коммунальные услуги страховку нужно не не забывать оплачивать потому что это нелегально ездить без страховки в Америке, и он обнаруживает интересную вещь, что когда он в пятницу вечером получает свой чек, допустим, на тысячу долларов, несет этот чек в банк, он уже знает, что с этого чека 950 долларов разойдутся разным компаниям, которым он должен, и где-то он уже там 1-2 дня уже просрочил, может быть, даже больше. И он думает, ну ладно, вот этот чек раздам, зато чек следующей недели уже полностью мой. Приходит чек на следующей неделе, опять получает он свою, допустим, тысячу долларов, а чек следующей недели тоже как-то так раз, и расходится разным компаниям, которые ждут деньги от этого Васи. И понимаете, в какой ситуации оказывается вот этот новенький иммигрант, что приставив лестницу, вот эту золотую лестницу, к этой стене, и начиная делать этот, ну, условно, социальный рост такой, да, или рост в смысле кредитного скоро, где нижняя ступенечка лестницы имеет отметку 300, а верхняя где-то там за облаками имеет отметку 850, этот человек на самом деле лезет по ложной лестнице, потому что эта лестница, она в финансовом отношении, она направлена не вверх, она направлена вниз, потому что каждое его новое приобретение, новая кредитка, она его погружает в долги больше, чем он был до этого. И теперь весь его тот активный доход, тот чек, который он зарабатывает где-то тяжелым трудом, весь этот чек уходит другим компаниям, причем еще там проценты, другие компании зарабатывают, просто из-за того, что они ему ну вовремя выдали там кредитку или еще что-то. Когда у этого человека кредитка, когда у него кредитный скор уже 700, начинается вообще ускоренный процесс, потому что разные кредитные организации, банки, Discovery, задолбали они меня до смерти, они начинают тебе присылать каждую неделю конверт, в котором написано, что вы опрованы на займ, 5000 кредитный лимит, там 7000 кредитный лимит, там 12000 кредитный лимит. И ты думаешь, вау, слушайте, у меня всегда будет в кармане карточка, на которой 12000 кредитный лимит. Ну это же классно. Ну уж действительно, всегда иметь под рукой на одной карточке 12, на другой 7, на третьей 10. Ну это же здорово, всегда, ну вдруг пригодится, да? Ну ладно, пусть будет, пусть будет. Я не буду типа ними пользоваться, но пусть будут на всякий случай. И 2-3 года вот такой жизни человек себя обнаруживает в ситуации, когда у него 5-6 кредиток, по каждой из которых он никак не может закрыть баланс полностью, он только вносит минимальный платежик, не знаю, там 25 долларов, там 30 долларов. И второе, он себя обнаруживает с кучей покупок, которые являются потребительскими кредитами, которые ему еще платить и платить и платить много лет. И если в этот момент вдруг он где-то приостановит выносить каждую неделю вот эти платежи, то он окажется в беде. Потому что его кредитный скорр тут же рухнет до плинтуса, если он где-то по одному из этих кредитов просрочит платежи. Это, знаете, похоже на аматора циркового искусства, который 5 или 6 тарелочек вот так вот крутит на палочках. Вот он их крутит, крутит, и их надо время от времени подкручивать, потому что пока они крутятся, они держатся. Но в том случае, если его вовремя не подкрутить, эту тарелочку, то она начинает падать. И вот этот вот аматор, знаете, вот он успевает тарелочки подкручивать, а раз, уже какая-то тарелочка упала. Он такой, ой, как-то так неудачно получилось. Там, ой, не успел оплатить электричество. Электричество выключили. Сидишь в доме без электричества, плита электрическая, приготовить еду не на чем. Вовремя думаешь, что-то я, что-то я как-то... Ну ладно, это случайно получилось. Потом так, ой, пропустил платеж за автомобиль. Да, не вовремя. Потом прекрасный день, один прекрасный день, этот человек приходит на работу и узнает, что, ну, в принципе, там наняли другого сотрудника, и ему уже завтра можно не приходить на работу. И вот тут начинаются реальные проблемы. Итак, друзья, я думаю, вы поняли идею. Я отношусь негативно к построению кредитного склора, ко всей вот этой идее создания лестницы долгов. И вот почему. Я вам дам несколько причин, почему я отношусь негативно ко всей этой концепции создания кредитного склора, кредитного рейтинга. Причина первая, потому что большинство людей в Америке в процессе создания хорошего кредитного склора залезают в маленькие, потом в средненькие, а потом в большие потребительские долги, а также долги по кредитным карточкам. Среднестатистически американец, включая малолетних детей, включая пенсионеров, включая неработающих, имеет почти 3000 долларов долгов по кредитным карточкам. Потому что в целом на Америку эта сумма около 9 миллиардов долларов. Вторая причина, почему я очень негативно к этому отношусь, потому что большинство людей берут эти маленькие кредитики, потом средние кредиты и потом большие кредиты, берут их не для того, чтобы создать себе благосостояние, не для того, чтобы построить свой бизнес. Большинство людей используют вот эти возможности кредитования просто для того, чтобы купить себе очередное какое-то барахло, какой-то новый девайс, какой-то новый автомобиль. Это все чудесно и замечательно, но проблема в том, что это новое приобретение погружает человека в долги до смерти, и он в этих долгах с процентами обнаруживает себя, когда он уже должен 50, 70, 100 тысяч, 200 тысяч долларов, и он думает, боже, как это произошло, я всего лишь только-только начал что-то, как-то пользоваться кредитами, и уже раз, и я уже должен такую сумму. Я вам расскажу, что произойдет дальше. Помните того парня, который одолжил деньги для приобретения автомобиля? Ну, он думает, что он купил машину в кредит, на самом деле нет, он одолжил деньги под проценты для того, чтобы купить новую машину, и получил при этом еще дорогую страховку прицепа. Так вот, следующим его приобретением будет что? Правильно. Дом. Дом мечты. Американская мечта. И дом сам по себе это замечательно, но когда дом приобретается с огромным долгом к нему, это не замечательно. Смотрите, как все работает с домами. Типичный conventional кредит, conventional заем, 20% down payment, 80% берется у банка, и средний дом в Америке стоит 275 тысяч. Давайте возьмем, что Вася себе решил взять дом за 300 тысяч, просто чтобы цифры были круглыми. Он берет дом за 300 тысяч, сколько ему нужно отдать down payment? Правильно, 60 тысяч долларов. Плюс он попадает на несколько тысяч долларов closing cost. Естественно, кто их считает, да, это же дом мечты. Окей, он собирал, 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 взял эти 65 или 68 тысяч долларов, купил себе дом и думает, ну теперь заживем, теперь вот мы добились всего. Нет, теперь его долг суммарный составляет те 240 тысяч, которые он должен за дом, плюс те долги, которые у него есть за машину, еще 20 тысяч, плюс те долги по кредитным карточкам, которые он еще до сих пор не закрыл, плюс те долги за мобильный телефон, который он продолжает выплачивать, а уже вышла новая модель, и уже его пора менять. Я думаю, вы поняли, к чему я веду, да? То есть Вася на самом деле закопался в долги по самые, по самые уши. И эти все долги, они никак не связаны с тем, чтобы он стал состоятельным. И эти долги просто позволили ему более комфортно, более красиво жить. Но это по-прежнему долг. И теперь для того, чтобы обслуживать эти долги, ему нужно работать будет много-много-много лет. Для того, чтобы только дом выплатить, ему нужно будет 30 лет. Нет, конечно, он надеется его выплатить за 10, а то и за 5. Но на самом деле нет. На самом деле он его будет, скорее всего, уплатить много лет. И при условии, что ничего не случится, он не потеряет работу, у него не будет никакого медицинского происшествия, которое его сделает безработным на некоторое время. При условии, что на рынке не случится ни одного кризиса в ближайших 30 лет, что маловероятно. При условии, что все будет абсолютно идеально и гладко, он таки выплатит, наконец, свои долги через 30 лет. Вы понимаете, насколько это чушь? На практике он не выплатит свои долги. На практике, рано или поздно, ну, скажем, лет через 12, с ним случится какая-нибудь маленькая неприятность, как то. Например, он возьмет и сделает, как бы, дауншифт на своей работе. Ну, или даунгрейт. Это, когда он работал, например, получал 5000 долларов в месяц, а ему придется перейти на другую работу, которая платит ему 2500 долларов в месяц. И в этом случае он теперь не будет иметь возможности погашать свои платежи за дом. А также те платежи по кредиткам, по автомобилю, по другим игрушкам, которых он успел накупить за последних несколько лет. Или второй пример. Представьте себе, у него и его девушки рождаются ребенок. Вот они не ожидали, но оно так получилось. Дети иногда не рождаются. А лучше двойня. Представляете, такая вот раз и двойня. Или год за годом пагодки, да, один, потом следующий. И вот тут он обнаруживает, что его жена не может работать. Ну, естественно, она дома должна быть, когда дети маленькие, все. Он обнаруживает, что он один не в состоянии финансировать даже половину их расходов. И он очень начинает грустить. Более того, он обнаруживает, что он начинает уставать от своего босса, от той работы, которую он делает, и вообще мечтал бы жить другой жизнью. И он начинает тихонько ненавидеть свою американскую жизнь, по той причине, что и на работу он уже не хочет ходить, а надо. И следующих 30-40 лет очень-очень обязательно туда ходить, потому что дети будут дальше только расти. А по мере того, как будут расти дети, будут расти расходы на детей. И он об этом тоже не знал, но теперь он об этом узнает. К чему я это все говорю, ребят? Я вам хочу предложить идею, которая, скажем так, небольшое количество людей в Америке, очень мудрых, они только-только начали эту тему активно обсуждать. Например, есть такой замечательный радиоведущий и вообще финансовый мудрец, который обучает людей финансовой грамоте. Его зовут Дэйв Рэмси. Дэйв Рэмси ведет замечательное радиошоу. К нему звонят люди, которые находятся в разных ситуациях финансовых и рассказывают. Так вот, Дэйв Рэмси обучает людей, что вообще-то нужно жить на те деньги, которые вы заработали уже и тратить только те деньги, которые вы заработали, а не те деньги, которые вы предполагаете, ну или надеетесь заработать в ближайших там 20-30 лет. И его концепция предлагает, чтобы жить в доме, который полностью выплачен или куплен за кэш изначально, жить на те доходы, которые вы получаете, а не на те деньги, которые вы взяли с кредитных карточек. И самое главное, не заниматься вообще своим кредитным скором и жить без кредитного скора и без кредитного рейтинга. То есть иметь кредитный скор 0, с его точки зрения, это самая лучшая идея, какая только может быть. Итак, я хочу с вами поговорить о четырех проблемах, типичных проблемах, которые обычно нужно решать новым иммигрантам и о которых вы чаще всего будете слышать от тех людей, которые уже какое-то время живут в Америке. Первое, для чего люди, собственно, строят кредитный скор, для чего люди пытаются, там, играя с кредитными карточками, пытаются его создать, это покупка недвижимости в США для того, чтобы жить в ней. То есть покупка личного дома, личной проперти. Типичное решение, которое для этого используется, это FHA loan, либо это conventional loan, либо это USDA loan, либо это какие-то HAD-овские проперти, но так или иначе это долг на много лет. На много лет. Наше решение это покупка у мотивированного владельца. Покупка проперти, на которой уже есть ипотека, и таким образом мы с вами выигрываем очень много времени и выигрываем много лет. Второе, аренд недвижимости в США. Типичный старается иметь как можно лучше кредит, для того, чтобы, когда он будет искать себе очередной апартмент, для того, чтобы туда заехать, то апартмент менеджмент проверяет, есть ли у вас хороший кредитный скор, не было ли у вас evictions, то есть выселение в прошлом, и являетесь ли вы хорошим арендатором, который платит своевременно. Типичное решение это попытка построить себе кредитный скор с помощью нескольких кредитных карт, для того, чтобы квалифицироваться на аренду. Я вам покажу сейчас два сайта, с помощью которых вы можете строить кредит, но не пользуясь кредитными карточками, то есть не заходя в долг. Следующая, третья причина это покупка автомобиля в США. Первый платеж, несколько лет выплат, дорогая страховка и все прочее. Я сторонник того, чтобы покупать машину за кэш, и возможно она будет уже с пробегом, возможно она будет уже не новая, но лучше ездить на машине без долгов, это однозначно. И четвертая вещь, которая пугает людей обычно, да, почему, а вдруг я без кредитного скора, я буду пытаться квалифицироваться на работу, на какое-то классное рабочее место, где платят, там, не знаю, 50 тысяч в год, 100 тысяч в год, и меня не возьмут. Я сторонник того, чтобы делать свой бизнес. Как раз делать бизнес тем способом, что покупать объекты недвижимости, с существующей ипотекой на них, перепродавать эти объекты, и таким образом заработать деньги, которые и будут делать вам бизнес, с помощью которого вам никогда не понадобится больше искать себе работу. И давайте мы сейчас перейдем к тому, чтобы я вам представил пару сайтов, которые предназначены для построения альтернативным способом кредитного скора. Первый это incredible.com. Это веб-сайт, который сделан для того, чтобы вы его соединили с счетами, которые вы платите за коммунальные услуги. Например, вы платите за электричество, вы платите за воду, вы платите за аренд, вы платите, не знаю, там, за мобильный телефон, там, еще за что-то. Все эти платежи, если вы делаете их своевременно, то вот эта система, она сохраняет историю этих платежей, и она таким образом повышает ваш кредитный скор, альтернативный кредитный скор, который вы можете впоследствии использовать везде, где захотите. В разделе «Как это работает» есть полное описание, для чего это предназначено и как это функционирует. Мне кажется, это замечательный способ для того, чтобы, вот, видите, можно быть участником такого рейтинга от A до F, где F – это bad, и A – это excellent. И ваши платежи за телевидение, интернет, газ, мобильный телефон, рент – все это можно закинуть на этот сайт, и если вы оплачиваете эти платежи своевременно, то у вас будет кредитный скор прекрасный. Второй сайт, который такую же функцию выполняет, он позволяет вам построить свой альтернативный кредитный скор. Используя интернет-платежи, рентные платежи, утилити-платежи, иншурансные платежи и так далее, вы можете построить свой альтернативный кредит. Здесь есть очень прикольное видео, которое объясняет, как это работает. Джо – классный пацан, но у него не очень хороший кредит, и он хочет как-то подрастить этот кредит. Что ему делать для того, чтобы его кредит был в порядке? Джо – нужно просто вовремя оплачивать свои счета, и благодаря тому, что он не задерживает платежи, ну, обычные ежемесячные регулярные платежи, его кредит будет в порядке. Обратите внимание, оба этих сайта не требуют от вас ввести кредитную карточку. Там нужно только, чтобы вы обновляли, что вы своевременно делаете платежи по обычным коммунальным биллам. И таким образом ваш кредит будет в порядке. Если вам, допустим, ну, вдруг он понадобится для того, чтобы искать работу, то вот теперь у вас есть альтернативный способ. Итак, я хочу, чтобы вы забыли о идее открывать кучу кредитных карточек в разных магазинах, в разных банках, и начинать играться с ними в процессе того, чтобы натянуть на 700, 750, 800 свою кредитную историю. Это дорога в долги. Альтернативное решение – это покупать дом без кредитной истории, это устраиваться на работу без традиционного файка кредитного скора, это покупать машину без кредита, без долгов, и это жить debt-free. Идея, как жить debt-free – это сейчас вещь, которая набирает популярность в Америке, и я надеюсь, вы тоже будете ее поддерживать. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok